Москва середины 19 века Своим обликом обязана, как это ни странно звучит, Пожару 1812 года. Как только французы были изгнаны из Первопрестольной, началось её восстановление. Вела его специально созданная комиссия для строений в Москве, во главе которой стоял замечательный архитектор и градостроитель Осип Баве. Разработанный проект восстановления города максимально учитывал его исторически сложившийся ансамбль. Сохранялась главенствующая роль Кремля. Полукольцом его должны были окружить новые, красивые площади. Одной из первых восстановили Красную площадь. С неё убрали остатки разрушенных французами построек, засыпали ров у Кремлёвской стены, давно потерявшей своё оборонное значение, а на его месте разбили сквер. На противоположной стороне площади возвели здания верхних торговых рядов. На этом месте сейчас стоит магазин ГУМ. Площадь замостили камнем. После всех проделанных работ она с полным основанием могла именоваться Красной, то есть красивый. В центре преобразовавшейся площади был установлен первый в Москве скульптурный монумент, памятник Минину и Пожарскому. И хотя памятник посвящен освободителям Москвы от польских интервентов в начале XVII века, поводом для его установки послужили события Отечественной войны 1812 года. Благоустроили также территорию, прилегающую к Кремлю с другой стороны, вдоль реки Неглинной. Саму реку упрятали в подземные трубы, а участок земли над ней превратили в пейзажный парк, позже получивший название Александровский сад в честь императора Александра II. Сад обнесли чугунной решеткой, одной из самых красивых в Москве. У подножия средней арсенальной башни был сооружен грот, модная садовая постройка того времени. Его стены сложены из остатков кремлевских зданий, взорванных французами. Площадка над гротом была приспособлена для оркестра, игравшего в парке в праздничные дни. Рядом с Александровским садом было сооружено огромное здание манежа, предназначавшееся для обучения войск. Его фасады украшены полуколоннами и барельефами на военные темы, в духе модного тогда архитектурного стиля ампир. В середине XIX века манеж нередко использовался как концертный зал. В 1867 году здесь состоялось выступление хора и оркестра из 700 человек под управлением знаменитого французского композитора Гектора Берлиоза, приехавшего на гастроли в Россию. На концерте присутствовало 12 тысяч зрителей. Манеж занял достойное место рядом с такими выдающимися памятниками московского зодчества, как Кремль, дом Пашкова, университет. Кстати, о Московском университете. Его здание сильно пострадало в 1812 году от пожара и было восстановлено замечательным московским архитектором Доминика Жильярди. Он внес изменения во внешний облик университета, в частности, украсил его новым, более строгим и монументальным восьмиколонным портиком в духе архитектуры ампир. Мало кто из современных москвичей знает, что известная всем театральная площадь появилась в нашем городе лишь в 20-е годы XIX века. Раньше на этом месте протекала река Неглинная, которая в половодье разливалась и превращала всю прилегающую территорию в заболоченное озерцо. Неглинную упрятали в подземные трубы, а образовавшиеся пустыри превратили в площадь, обстроив ее с четырех сторон одинаковыми по архитектуре зданиями. Одно из них – Малый театр – сохранилось до наших дней почти без изменений. Во главе площади было построено величественное здание Большого театра, портик которого увенчала колесница Аполлона, покровителя искусств. Спустя два года после изгнания французов москвичи торжественно встречали возвращавшуюся из заграничного похода русскую армию. По этому случаю на площади Тверской заставы, где ныне стоит Белорусский вокзал, были сооружены Триумфальные ворота. Их судьба оказалась довольно драматичной. В 30-е годы прошлого столетия, в связи с начавшейся реконструкцией города, ворота снесли. А к 150-й годовщине войны с Наполеоном Триумфальную арку восстановили, но уже на новом месте – на Кутузовском проспекте, рядом с Поклонной горой. Так москвичи увековечили память о войне 1812 года. Другим памятником Великой Победе должен был стать Храм Христа Спасителя, заложенный в 1839 году. Его строительство, которое осуществлял архитектор Константин Тон, затянулось на 40 с лишним лет и было завершено лишь в 1883 году. Одновременно с Храмом Христа Спасителя Тон возвел в московском Кремле здание оружейной палаты и Большого Кремлевского дворца. Многое изменилось в облике Москвы к середине XIX века. Кремль обогатился новыми постройками. Его полукольцом охватила цепь благоустроенных площадей – красная, Манежная, Охотный ряд, Театральная, Лубянская. С карты Москвы исчезла река Неглинная, заключенная в трубы. Память о ней хранят названия некоторых улиц – Неглинная, Кузнецкий мост, Трубная площадь. Были срыты валы земляного города, а на их месте возникла широкая Кольцевая улица. Ее застроили домами с садами и полисадниками. Так возникло Садовое кольцо. На месте пересечения центральных улиц с Садовым кольцом образовались площади – Сухаревская, Зубовская и другие. Память о срытых валах закрепилась в названиях некоторых московских улиц – Воловая, Крымский вал, Зацепский вал. Еще в конце XVIII века были снесены обветшавшие и давно уже утратившие свое оборонительное значение стены и башни белого города. На их месте разбили бульвары, со временем превратившиеся в место гуляния москвичей. По Тверскому любили прогуливаться московские дворяне. В пушкинское время здесь стояли скамьи для сидения, а в специально устроенной галерее-буфете можно было выпить лимонада, отведать мороженого. На месте проездных ворот разрушенного белого города было построено несколько однотипных зданий-гостиниц. Одно из них у Покровских ворот сохранилось до наших дней. Местоположение этих гостиниц было очень удобно. При въезде в город приезжий мог остановиться здесь, привести себя в порядок, отдохнуть, а затем уже отправляться по делам или в гости. В середине XIX века Москва была одним из самых благоустроенных российских городов. Еще в начале столетия здесь был введен в эксплуатацию первый в России городской водопровод. Ключевая вода из подмосковного села Мытищи по кирпичному 16-километровому тоннелю поступала в Москву. Тут она скапливалась в нескольких бассейнах, откуда воду разбирали водовозы и жители. Ныне о первом водопроводе напоминает сохранившийся каменный мост Акведук в районе бывшего подмосковного села Ростокино, недалеко от станции метро ВДНХ. Позже, вблизи села Алексеевского, там сейчас расположена одноименная станция метро, была построена насосная станция с двумя паровыми машинами. Вода по трубам поступала в огромный чугунный резервуар, установленный в Сухаревой башне, а оттуда растекалась по водоразборным фонтанам в разных частях города. Один из таких фонтанов, украшенный скульптурой, сохранился на театральной площади напротив гостиницы «Метрополь». Тогда вода была проведена в очень немногие здания Москвы. Большой Кремлевский дворец, воспитательный дом, городскую тюрьму, государственные театры и общественные бани. Раньше, чем в других городах России, в Москве появилось уличное освещение. Еще в 1730 году власти издали указ, который обязывал московских обывателей по вечерам выставлять в окнах своих домов по две-четыре свечи для освещения улиц. Со временем на столбах и стенах домов стали вывешивать масляные фонари. Вечерами на улицах города появлялись фонарщики. Они заправляли фонари конопляным маслом и зажигали фитили. В 1825 году один из москвичей не без гордости писал «Фонари засвечиваются всякую ночь с 1 сентября по 1 мая», кроме ночей лунных. Всех фонарей в Москве пять тысяч десять. В Париже считается их более четырех тысяч семьсот семидесяти семи. Там освещается целый город в сорок минут, а в Москве – в полчаса. Однако масляные фонари давали мало света и сильно коптили. Поэтому в середине XIX века в Москве были предприняты первые попытки организовать более яркое газовое освещение. Московские улицы, как и в середине века, мостили преимущественно деревом. Деревянные мостовые, хотя и были недолговечными, зато в отличие от каменных стоили намного дешевле и производили меньше шума во время езды. Только центральные улицы, вроде Тверской, мастили булыжником или брусчаткой. Для пешеходов на улицах устраивали тротуары, отделенные от проезжей части каменными тумбами. К середине XIX столетия относятся первые попытки асфальтирования московских улиц. Несмотря на то, что мостовых стало больше, грязи в городе не уменьшилось. Один из москвичей того времени вспоминает, грязи и навозу на улицах, особенно весною и осенью, было весьма достаточно, так что пешеходы теряли в грязи калоши, а иной раз нанимали извозчика специально для переправы на другую сторону площади. Не все улицы Москвы имели название, а дома, и тем более квартиры, нумерацию. Для того, чтобы разыскать кого-нибудь, указывали название ближайшего церковного прихода и имя домовладельца. Вот типичный московский адрес того времени. На Арбате в Трубниковском переулке в приходе Спаса на Песках, дом Богословского. И сейчас Трубниковский переулок с церковью Спаса на Песках можно найти в окрестностях Арбата. Меняли свой облик не только улицы, но и набережные Москвы-реки. Еще до войны 1812 года берег напротив Кремля и Китай-города выровняли, обложили камнем и оградили чугунной решеткой. К реке сделали удобные съезды и спуски, поставили фонари. Вдоль Кремлевской стены посадили деревья. Так появились первые каменные набережные Кремлевская и Москворецкая. Московский транспорт к середине 19-го мало изменился. Колесная повозка летом, сани зимой. Среди дворянства не принято было передвигаться пешком. В гости даже в соседний дом ехали экипажем. Те, кто побогаче, держали собственные выезды лошадей, карету, кучера. Господа Победнее пользовались услугами платных извозчиков, которых в городах было немало. только в 40-е годы в Москве появился первый вид общественного городского транспорта линейка. Она представляла собой большой открытый экипаж, запряженной парой или четверкой лошадей. На линейке крепилась широкая продольная скамья, на которой спиной друг к другу могло разместиться несколько человек. Линейки принадлежали частным лицам и ходили по определенному маршруту. Первоначально от Красной площади к рынкам и заставам города. В 19-м веке в России появился железнодорожный транспорт. В 1851 году было завершено строительство железной дороги между Петербургом и Москвой. В связи с этим на Каланчевской площади построили первый в городе железнодорожный вокзал Николаевский, ныне Ленинградский. Аналогичный вокзал был возведен на другом конце дороги в Петербурге. Каланчевская площади Каланчевская. Каланчей в 19-м веке называли «высокую башню-вышку», предназначенную для наблюдения за пожарами. В середине 19-го века в Москве насчитывалось больше 30 каланчей, одна из которых по сей день стоит недалеко от метро «Новослободская». С нее при помощи специальных сигнальных флажков и фонарей оповещали население о возникновении пожара. Туда тотчас выезжали специальные пожарные команды, вооруженные насосами-помпами и бочками с водой. Другим несчастьем Москвы помимо пожаров были наводнения. Весной в пору таяния снегов русло Москвы-реки не справлялось с обильными потоками воды. Затапливало дома, сносило мосты, гибли люди и имущества. Для борьбы с наводнениями еще в конце 18 века по старому руслу реки был проложен четырехкилометровый водоотводный канал. В половодье он принимал на себя часть вод Москвы-реки и, если не исключил наводнения вовсе, то, по крайней мере, ослабил их катастрофические последствия. После пожара 1812 года центр Москвы был застроен дворянскими особняками. Типичным для того времени стал дом с колонным портиком и скромным лепным барельефом на фасаде. Нередко над первым этажом надстраивали мезонин. Большинство городских зданий по-прежнему строили из дерева. Даже богатые дворянские особняки возводили из деревянного бруса и снаружи отделывали под камень. Примером тому может служить дом Хрущевых-Селезневых на Пречистенке, в котором ныне расположен музей Пушкина. В таком доме имелось больше десятка жилых комнат, включая гостиную, столовую, кабинет, детскую, спальню, помещение для прислуги. Дома мелких торговцев и ремесленников, в основном сосредоточенные на окраинах города, имели традиционные три окошка по фасаду и мало чем отличались от крестьянских изб. Несмотря на все перемены, Москва в середине 19 века продолжала сохранять очарование города-деревни. Узкие кривые улочки, одноэтажные деревянные домики, окруженные садами и огородами. Кстати, садоводством и огородничеством занимались многие москвичи. Немало горожан держали скот. В городе было достаточно лугов и пустырей. Летом первопрестольное утопало в зелени. Москва в середине 19-го столетия была такой, какой ее знал и описал Пушкин. Возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Кстати, о крестах. Еще в древности иностранцев поражало обилие храмов в Москве. Со временем их количество только увеличилось. В начале пушкинского времени в городе насчитывалось свыше трехсот храмов. В 1831 году в одном из пределов еще недостроенной церкви Большого Вознесения у Никитских ворот состоялось венчание поэта с Натальей Гончаровой. По утрам Москва просыпалась под колокольный звон. На известной картине Поленова «Московский дворик», написанной в 1878 году, воспроизведен уголок города в самом его центре, в двух шагах от Арбата, вблизи уже упоминавшейся и сохранившейся до наших дней церкви Спаса на песках. Именно так в основном и выглядела Москва в те далекие времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok